За счет системы Платон в Поморье отремонтирован 51 километр дороги. Всего в бюджет по этой системе грузоперевозчиками было перечислено дополнительно 500 миллионов рублей. Сейчас федеральные инспекторы проверяют качество ремонта этих дорог. Напомним, 9 февраля Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за плохие дороги в виде крупных штрафов до 500 тысяч рублей для юридических лиц и до 100 тысяч для физических. Наказание будет грозить за несоблюдение требований по обеспечению безопасности при строительстве дорог, их реконструкции, содержании и ремонте. Глава Архангельска проверил, как идет подготовка к арктическому форуму. Особое внимание аэропорту Талаги именно воздушным путем будут пребывать в наш город иностранные гости. Меняет облик и центр столицы Поморья, сносятся ветхие дома, активно ведется благоустройство территории. Побывал Игорь Годзиш и на площадке проведения форума. «Все подходы, расчистка набережной, еще достаточно большой объем работы предстоит. Софу готовятся, ставятся выставочные павильоны, которые, кстати, надо отметить, что потом пригодятся и городу, как такие спортивно-культурные центры. Сама территория готовится, обустраиваются подъезды». Отставаний в графике пока нет. Все подрядчики сдадут свои объекты в срок. Напомним, в работе арктического форума примут участие полторы тысячи гостей из 14 стран. Сегодня в 17 часов в Музее изобразительных искусств состоится закрытие Всероссийской художественной выставки «Лики России». Более трех месяцев она работала на восьми площадках Архангельска и объединила более полутора тысяч лучших мастеров России, раскрывающих в своих работах тему человека в искусстве, самобытность традиций и уникальность мест его проживания. В рамках выставки прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Современное изобразительное искусство России». На площадках были организованы обучающие занятия для школьников и многочисленные экскурсии. Заслуженная артистка России Нина Туманова представила спектакль «Сказка в подарок». Это история тигренка, который забыл про свой день рождения и бегемотика, который любит есть печенье перед сном. Для юного зрителя спектакль построен в игровой форме, а для их родителей это своеобразный мастер-класс, который показывает, как можно весело и необычно играть со своим ребенком. «Сказка в подарок – интерактивный спектакль. Он рассчитан на детей, которым еще рано ходить на представление в Театр кукол». Наша землячка Дарья Вдовина на чемпионате и первенстве Европы по стрельбе из пневматического оружия завоевала в Словении золото и серебро. За право стать лучшими боролись представители 46 стран. Они стреляли в двух дисциплинах – из пневматической винтовки и пистолета на дистанции 10 метров. Золотую медаль Дарья завоевала в составе сборной серебро в дуэте со спортсменом из Свердловской области Владимиром Масленниковым. В Котласе прошли традиционные чемпионаты и открытое первенство по гиревому спорту. География участников обширна. На соревнования приехали команды из Коныши, Коряжмы, Северо-Онежска, Урдамы и Великого Устюга. Всего 32 участника. Соревнования проводились в номинациях «Двоеборья», «Рыбок», «Жим двух гирь». Прошла и эстафета среди гиревиков. Разнообразные мышцы задействованы, обкачивается сердечно-сосудистая система, дыхательная система. В отличие от других силовых видов спорта, более немножко приближен к силовой выносливости, в данном случае, как к лыжным гонкам и так далее. На соревнованиях было разыграно несколько комплектов наград, а в командной эстафете победу одержали гиревики из Котласа. Сейчас в Архангельске минус 2 градуса, ветер западный 2 метра в секунду. В течение дня ожидается мокрый снег, возможно метель. К вечеру усиление мороза до минус 5 градусов.